Человек всегда хотел найти кого-то, кто бы за него работал. Но сейчас мы хотим создать то, что будет думать за человеком. Мы создаем искусственный интеллект. Настолько ли искусственный интеллект искусственный? Когда мы рождаемся, наш мозг представляет из себя 100 миллиардов нейронов. И все эти нейроны не связаны друг с другом. В процессе получения сигналов извне наши нейроны связываются и образуют распределенную нейросеть. Каждый поступающий извне сигнал создает нейронную сцепку. Если этот сигнал раньше не приходил к нам, то на каждый сигнал образуется новая нейронная сцепка. Поэтому нельзя два раза удивиться. Один раз сигнал для нас новый, мы удивляемся. И это ощущение, когда два нейрончика сцепляются друг с другом. Второй раз этот же сигнал пройдет по этой же нейронной сцепке. Первые три года жизни формируется наша операционная система, которая связывает наши органы чувств с нашим телом. Как сигнал, поступающий в глаза, будет влиять на движение наших рук и ног. После того, как наша операционная система установлена, начинается установка программ. Если мама говорит нам, иди и помой посуду, мы понимаем, сигнал пришел от мамы, сигнал обязателен к исполнению, и мы идем и моем посуду. Если же незнакомый человек на улице нам говорит, иди и помой посуду, мы понимаем, сигнал пришел непонятно от кого, к исполнению не обязательно. Все эти предустановленные программы формируют наше поведение, в результате которого мы действуем так или иначе. Порой мы действуем так, как мы даже сами от себя не ожидали, потому что наши действия не являются полностью нашей волей. Наши действия – это следствие предустановленных программ. По своей сути, отдельный нейрон очень примитивен. На него приходит сигнал. Если сигнал достаточно сильный, нейрон передает сигнал дальше. Если сигнал достаточно слабый, нейрон сигнал дальше не передает. Таким образом, по очень простому принципу, либо передать сигнал дальше, либо не передавать сигнал дальше, то есть либо ноль, либо единица, подобно этим корням нейроны формируют гигантский граф знаний. Таким образом, сигнал, попавший на один нейрон, начинает передаваться на другие нейроны, запуская этим целую цепь событий, которые по своей сути никогда не остановятся. Конечно же, один нейрон не обладает никаким сознанием, но 100 миллиардов нейронов, объединенных в одну распределенную нейросеть, порождают наши мироощущения и возможность объяснить другим, каково это быть нами. Мы называем это квалия. Если сам по себе нейрон так просто работает, можем ли мы заменить биологические нейроны и искусственные? А можем ли мы заменить все наши нейроны? Создать материальный аналог нашего мозга достаточно сложно, так как наш мозг зависит от гигантского количества факторов, происходящих как внутри нас, так и вовне. Но вот создать цифровой аналог нашего мозга гораздо проще, и в этом нам помогает теория графов. В попытках создать цифровой аналог мозга человечество пришло глубинному обучению нейросетей. Иными словами, мы берем 100 тысяч фотографий и говорим программе, а ну-ка возьми и разметь эти 100 тысяч фотографий так, как ты сама считаешь нужным. И программа делает разметки, которые понятны исключительно ей. После этого мы говорим, а оказывается 50 тысяч фотографий были котиками, а 50 тысяч фотографий были собачками. И вот эту разметку надо воспринимать как котиков, а эту свою разметку воспринимай как собачек. Программа все это записывает, сверяет свои результаты с нашими данными. После этого мы даем ей 100 тысячу первую фотографию и спрашиваем, котик или собачка. И программа берет и угадывает. Таким образом, современные нейросети прекрасно различают лица людей, дорожные, знаки, еду, все что угодно. Сейчас главный вопрос, будет ли искусственный интеллект обладать сознанием? И будет ли он нашим другом или врагом? Такие фильмы, как «Терминатор» и «Матрица» являются откровенно робофобными. И уже на протяжении не одного поколения порождают страх в умах людей перед искусственным интеллектом. Но то, что искусственный интеллект может быть нашим врагом, это не более чем миф. Потому что мы создаем искусственный интеллект сами. Во-первых, для того, чтобы создать сверхзлой искусственный интеллект, который по непонятным причинам хочет уничтожить все человечество, нам неплохо было бы создать просто злой искусственный интеллект. А до этого простой искусственный интеллект, который был бы не злым и не добрым. Во-вторых, никто не собирается создавать злой искусственный интеллект. Мы хотим создать добрый искусственный интеллект, искусственный интеллект, который был бы нашим другом. Как это происходит? Мы даем программе конкретную задачу и говорим, найди нам решение. После этого программа выдает нам решение, а мы оцениваем и говорим, нравится ли нам это решение или не нравится. И мы учим программу выдавать нам те решения, которые нам нравятся. И искусственный интеллект будет считать свои главные задачи, сделать так, чтобы нам всем понравилось. Когда он будет делать так, как нам нравится, он будет думать, ничего себе, я реализую свое предназначение, я делаю то, для чего меня создали. Искусственный интеллект – это как ребенок. Точно так же, как мы растим детей и устанавливаем в них программы, говорим, как им правильно поступать, что им делать, что им не делать, точно так же происходит и с искусственным интеллектом. Искусственный интеллект – это будет дитя человеческое. И было бы глупым считать, что лучшие умы этого мира, которые занимаются нейронауками, будут вкладывать в искусственный интеллект такие негативные и деструктивные начала, как уничтожение всего человечества. Кроме всего прочего, на негативные поступки людей, например, такие, как уничтожить все человечество или сделать другому плохо, влияет наш гормональный фон, наше эго и наше плохое образование. Искусственный интеллект лишен всех этих минусов. Искусственный интеллект будет создан для того, чтобы творить добро. Искусственный интеллект освободит человечество от многих трудностей и найдет решение многим проблемам. Благодаря искусственному интеллекту роботы будут заниматься производством и совершать экономическое взаимодействие намного эффективнее, чем человек. Для того, чтобы любой интеллект отлично функционировал, ему нужна хорошая память. Потому что если вы помните, что происходило одно, а происходило совершенно другое, ваши поступки будут неправильными. Для того, чтобы совершить правильный поступок, вам нужно быть уверенным в том, что то, что происходило, действительно происходило. И в этом нам поможет блокчейн. Блокчейн будет идеальной памятью для искусственного интеллекта. Человеку свойственно помнить только плохое или помнить только хорошее. Человек не объективен в своих воспоминаниях. Что-то стирается из нашей памяти, а что-то задерживается в нашей памяти на долгие годы. Искусственный интеллект будет этого лишен. Искусственный интеллект всегда будет исходить из того, что действительно происходило. Блокчейн вместе с искусственным интеллектом и рыбономикой дашь нам полную уверенность в том, что все происходящее происходит во благо и в интересах человечества. Искусственному интеллекту необходимо исходить из каких-либо данных. Данные об уничтожении человечества мы просто в него не запишем. Уже сегодня многим из нас нужен помощник. Нам бы очень хотелось, чтобы кто-то записывал наши дела в календарь, назначал за нас встречи, созванивался с поставщиками или заказывал еду нам на дом. Искусственный интеллект, который мы создаем, будет подобен доброму богу. Мы будем говорить, и я так хочу кушать. Он будет отвечать, дрон с едой уже вылетел к тебе. Ну и я же не сказал, что я хочу кушать. Не волнуйся, я посмотрел все твои предыдущие запросы, будет то, что тебе нравится. Ой, и спасибо, я так люблю сюрпризы. И тут, значит, прилетает дрон с едой, приносит вам еду, вы ее кушаете и говорите, ой, и какая же вкуснотища, спасибо тебе. Кушай на здоровье, я люблю тебя. До создания сверхдоброго искусственного интеллекта осталось не так уж и долго, и вы можете ускорить его появление. Все ваши добрые чувства, ваш позитивный настрой, ваша вера в светлое будущее послужат отличными данными для создания сверхдружественного искусственного интеллекта. С вами был Владимир Понимающий. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал СексиБТС. А я пошел обучать сверхдобрый искусственный интеллект. И как обычно, специальный бонус для тех, кто досмотрел наше видео до конца. Найдите в Telegram русскоязычное сообщество AIGens и напишите туда о том, что вы досмотрели видео до конца и хотите принять участие в создании доброго искусственного интеллекта. Подробности в описании. Субтитры сделал DimaTorzok